Престольный праздник отметил Никола Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге. Прихожане этого храма постоянно ощущают помощь мерликийского чудотворца. Историями заступничества они поделились с нашей съемочной группой. В середине 18 века Никольский храм строился как морская полковая церковь. Он дал название площади, переулку, рынку, мостам. После Октябрьской революции храм не закрывался и даже в советское время был кафедральным. В дни блокады и здесь жил и молился митрополит Петроградский Алексей Семанский. Божественную литургию в день престольного праздника собора возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. В этом премьер-сица Николая приспоможет нам укрепить нашу веру. Будем брать пример всего и твердый мир из Бога. Если Господь делает весь земной шаг, Он нас, верующих, никогда не оставит. Греческий святой Николай Чудотворец для нас будто свой, русский. Раньше даже существовала традиция. В память о значимых событиях мореплаватели дарили храму образы святого Николая. Сегодня они сохранились в верхнем и нижнем пределах. Главная икона с изображением Чудотворца и частицей его мощей находится в нижнем храме. В престольный праздник к ней целый день стоит очередь. Часто люди впоследствии уже приходят, заказывают благодарственные молебны, просят поблагодарить святителя, потому что молитвы, которые они высылают перед этой иконой и другими, они всегда доходят, и святитель Николай предстательствует о людях перед Богом. Мама мне все время говорила, Лид, будет трудно, помолись батюшке Николаю Чудотворцу, он тебе поможет. Мы когда экзамены сдавали, я пришла сюда, в церковь, а по геометрии я вообще что-то, по математике нормально, а геометрию никак не могла. Выучила один билет только. Пришла, помолилась Николаю Чудотворцу, батюшка, помоги мне сдать геометрию, вытащить этот билет. Что вы думаете? Я пришла, вот там на столе-то лежали эти билеты разложенные, я вот так пальцем взяла и этот билет вытащила. Работу сейчас найти трудно, потому что возраст такой, пенсия, вот, и долго я искал работу. Но тут вот промыслом Божиим мне предложили в Никольский храм. Здесь все, кто работает, да, вот я познакомился с людьми, да, они все конкретно ощущают помощь от Никола Чудотворца. В эти дни в праздничные чувствуешь огромную благодать от иконы, от всего этого храма. Сюда все время уходила моя мама. Это уже сколько лет, поэтому я тоже стараюсь приходить в этот храм. И сын у меня назван, честь, и свекр был Николай, и он все время помогает мне во всех моих бедах, во всех моих. Я просто сын попал в аварию 10 лет назад, и Господь помог и спас его, и хотя бы он выжил.